А вот жители частного сектора в Волжском районе Саратова никак не могут добиться строительства дороги. Говорят, эпопея длится уже шестой год. Второй Масленников проезд на повороте от улицы Мясницкой это сплошные ямы, ухабы и колеи. Жители обращались в инстанции всех уровней, вплоть до приемной президента Путина. Официальные лица в ответах ссылаются на лимит финансирования и отказываются переводить грунтовую дорогу в разряд асфальтобетонных. Люди надеются, что может быть в преддверии 70-летия Победы на них обратят внимание. В хорошем подъезде нуждаются 16 домов, а это больше 30 человек. Среди них 15 ветеранов труда и ветеран Великой Отечественной войны, которому 94 года. Пожилые люди часто вызывают скорую, но из-за плохой дороги машина не может подъехать к домам. Просела земля. Так просел, чтобы машины идут под большим уклоном и того, где перевернутся. Я с 2009 года прошла все круги по три раза. Все вот дают отписку и все. Мы никуда никому не принадлежим, никаким программам. Говорят, много денег, кругом дают, кругом делают. У нас отписки вот одни. Судьбу саратовских дорог решали в областной думе. Народные избранники обсудили поправки в один из нормативных актов, которые позволяют предоставлять не менее 5% общего объема дорожного фонда областному центру. Изменения позволят направить дополнительные средства на ремонт в Саратове. Речь идет о сумме примерно в полмиллиарда рублей. Но пока эта поправка не принята, городу не выделят ни копейки.